Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру игрока FIFA 22. Это карьера за Джеймса Дэвиса и ребята спасибо огромное вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. Продолжайте в том же духе, вы быстрее набираете больше полутора тысяч лайков, я быстрее сажусь записывать для вас новый выпуск. Сегодня ребята у нас новый шаг в карьере, Джеймс Дэвис перешел в Лион. Мы переехали в чемпионат Франции, мы завершили на логической ноте выступления в МЛС, в Интер Майами, мы стали чемпионами, мы стали лучшим бомбардиром, а также мы взяли кубок. Так что для первого сезона, для молодого игрока мне кажется это очень даже неплохо. И когда мы переходили в Лион, я говорил вам, что команда шла на первом месте, но сейчас, как мы видим, прошел месяц и наша команда только лишь шестая. Лидирует пока что в чемпионате ПСЖ, ну и собственно у них, как я посмотрел по статистике, бомбардиры ребята сейчас находятся на первых местах. Давайте с вами взглянем статистику игроков, здесь Мбаппе и Месси, 14 и 12 голов, а у нас из команды только вот я вижу 12 и 13 место по 8 голов, так что Джеймсу Дэвису нужно стараться заявлять о себе, уж не знаю в этом сезоне получится или нет. У нас уже почти середина сыграно, 20 матчей из 38, по-моему, если я не ошибаюсь. И пока, ребята, мы игрок резерва. Я взял также 22 номер, потому как предлагали в комментариях взять сразу десятку, но мне кажется, знаете, в 17 лет, приходя из МЛС, даже пускай Интер Майами в тот же Лион, забирать себе десятый номер, находясь в резерве, мне кажется, это как-то не совсем адекватно. Так что давайте посмотрим, что у нас получится. У нас как раз-таки стартует сегодня серия матчем против ПСЖ, надеюсь, хотя бы минуток на 10 может нас выпустят. Также писали, что общий рейтинг нашего игрока перестал расти, но мы пока, ребята, сильно ничего и не вкачивали, то есть вот у нас темп 95, а все остальное мы потихоньку качали, именно из-за этого, может быть, общий рейтинг пока не поднимается. Там частенько бывает так, что ты вкачиваешься, 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 и он стоит на месте, а потом буквально где-то чуть добавишь показателей, и у тебя сразу рейтинг поднимается на несколько пунктов. Будем надеяться, что это так. Вы усаривайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, брите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, если новенький, подписывайтесь и жмите колокольчик. Ну и погнали, ребята. Это Леон ПСЖ, мы уступаем 3-0, там нам забили уже, как я вижу, Мауро Икарди, Мбаппе, Хакими, и нас выпускают вместо Шакири на 79-й минуте. Постараемся хотя бы как-то помочь команде. Мы выходим играть правым полузащитником, а наша позиция сейчас в команде правый форвард. Погнали. Ну а перед началом хотел бы рассказать вам о клавиатуре Mad Cat Strike 4. Это полноразмерная механическая клавиатура, выполненная в универсальном черном цвете с открытым корпусом Скелетон. Верхняя панель устройства представляет собой цельнометаллическую алюминиевую пластину, исключающую возможность прогибов корпуса и обеспечивающую стойкость к механическим повреждениям. Клавиатура оснащена переключателями Cherry MX Red, которые отличаются удивительной легкостью нажатия, за счет чего клавиатура предпочтительна для игр. А срок службы таких переключателей составляет 50 миллионов нажатий. Также клавиатура Mad Cat Strike 4 включает современную RGB подсветку в цветовой палитре почти в 17 миллионов оттенков и 18 световыми эффектами. Огорчаться по поводу возможных сбоев в работе клавиш девайса вам не придется, так как клавиатура Mad Cat Strike 4 обладает функцией антигостин. Все без исключения нажатия кейкапа, в том числе и выполненные одновременно, регистрируются, поэтому каждую из ваших команд устройство услышит и отреагирует на нее в обязательном порядке. Mad Cat Strike 4 это качественная и функциональная игровая клавиатура, которая придется по вкусу настоящему геймеру. Шакири уступает место на поле Джеймсу Дэвису. Нам нужно набрать оценку 7 с половиной. И как раз сейчас, по всей видимости, мы пропустили. Ну и ПСЖ. ПСЖ, ребята, показывает свой уровень. Келена Мбаппе сейчас набирает скорость. Передача в центр. Здесь справляются защитники. Ну и пока наша команда никак не может выйти из обороны в атаку. Ну вот сейчас попытка передачи на Джеймса Дэвиса. И ее прервали. Дэвис. Накрутил самого Серхио Рамоса Дэвис. Ребята, вот что значит молодой игрок с горячей кровью. Он залетает в чемпионат Франции и перебрасывает тут же в первом матче галкипера ПСЖ. Мы отрываемся от защиты. И вот такой вот парашютик от Джеймса Дэвиса, ребята, зашиворот самому Доноруме. Это было, ребята, красиво. Радость главного тренера. Пусть мы и проигрываем, но это добавит уверенности нашей команде. Джеймс Дэвис. Первый гол в чемпионате Франции. Заводим трибуны. И это, ребята, только начало. Нужно давить. Весь Мбаппе и Ангель Ди Мария. Вальверды у них там в центре поля. Интересный составчик собрался, конечно, у ПСЖ. Пришли помочь. Мбаппе удар по воротам. И попытка контратаки. Хороший пас. Нет офсайда. И снова Джеймс Дэвис. Заскочил в штрафную. Дэвис делает дубль, ребята. Дэвис делает дубль. Мы переворачиваем ход этой встречи. Ну, практически переворачиваем. Конечно, времени очень мало, но на скорости. Это все, что у нас есть. У нашего футболиста есть пока что только вкачанная скорость. И за 10 минут до конца мы убегаем от уставших защитников. Маркиниас, Серхио Рамос и дубль в ворота ПСЖ. Ребята, вот это дебют во Франции. Ну и давайте вспомним вообще дебют Джеймса Дэвиса в футболе. В Интер Майами мы тогда тоже буквально за считанные минуты показали невероятное мастерство. Нам бы сейчас отнять мяч. Если получится отнять мяч, возможно, получится провести атаку. Но пока ПСЖ идет вперед. Вот сейчас здорово, перехватываем. Джеймс Дэвис, набираем скорость. Можно сыграть центр. Ну же, забивай! Это был просто невероятнейший момент, ребята. Если бы сейчас наша команда сравнялась, ну, это было бы просто что-то невероятное. Но, к сожалению, мы, по всей видимости, уступаем. И чудо вырванного ничейного результата, к сожалению, видимо, здесь не будет. ПСЖ контролирует мяч. ПСЖ отдает нам Баппе. Баппе бьет, спасает голкипер и еще будет угловой. Джеймс Дэвис. Арбитр, да, еще провести атаку. Нет. Он свистит, ребята. И на этом матч закончен. Но, я думаю, болельщики рады такому появлению Джеймса Дэвиса. Да, мы старались. Мы забили два мяча. Мы пытались отдать голевую. И обидно, что в этом моменте Донарума спас команду. Нас даже Марко Верати поддерживает. И мы сами хватаемся за голову. Вот это дебют, ребята. И сразу оценка 10. За 12 сыгранных минут мы отдали точных 6 передач. Пробежали почти 5,5 километров и забили два гола. Раздосадована, конечно, наша команда. Раздосадован Джеймс Дэвис. Поскольку, ну, был момент. Вот этот вот буквально секундный момент на возможный переворот исхода. Могли мы вырвать хотя бы ничью. Но я надеюсь, что тренер оценил наш вклад в этом матче. Мы потренировались. Немножко улучшили отношения с нашим главным тренером. И снова выходим вместо Шакири играть на правого полузащитника. Как мы видим, в нашей команде уже есть красная карточка. Счет пока что равный. И у нас примерно полчаса до конца. Поехали. Джеймс Дэвис. Выходит вместо Шакири. Так, получите оценку. Нанесите удары по воротам. Давайте попробуем, может быть, удары по воротам. Почему бы и нет? Все-таки полчаса до конца. И я думаю, хотя бы парочку ударов мы должны сделать. Ну, а пока соперник подходит к нашим воротам. Опасная передача в штрафную. Прострел. Отбились. Джеймс Дэвис. И хорошая передача. Дэвис. Прокидывает мяч. Нужно забивать. Ну же. Мяч в воротах, ребята. 2-1. Джеймс Дэвис. Просто королевские парашютики у этого парня. Здесь мы увели галкипера. И пустили ему за шиворот. Ребята, это просто какая-то сказка. Здесь пошел вратарь. Но остановился в последний момент. И Джеймс Дэвис с волшебной левой. Закидывает в дальний угол. Он увидел, что ворота пустые. Нужно было исполнить. И это у него получилось. Ребята. Ну вот, говорят, у Месси волшебная левая. Но в чемпионате Франции появляется новый, ребята, волшебник. Это Джеймс Дэвис. Это третий гол за два матча. И мы выходим вперед. Отлично. Пепе переходит в Лестер. Интересный трансфер. Ну а пока соперник идет в атаку. Удар по воротам. Наш галкипер мяч забрал. И быстро вводит его вперед. Джеймс Дэвис. Ой-ой-ой. Здесь по ногам нам дали. А вот уже парашют в нашу штрафную. Пока защитники отбиваются. Ну, я не скажу, что соперник сидит у своих ворот. Как-то играет невнятно. Посмотрите, сколько моментов. Это опасный выстрел. И это два-два. Это 73-я минута, ребята. И снова ничья. Ну, хозяева здесь молодцы. Они додавили. Немножко, конечно, повезло вот с этим отскоком. И не смог потащить наш вратарь. Джеймс Дэвис. Еще один удар по воротам. Будет угловой. Да, успевает мяч уйти за линию. Ну, и мы будем, ребята, разыгрывать сейчас. Мы снова на подборе. Там где-то в центре поля пошла подача. Переводим налево. Хороший щелчок пяткой. И здесь просто не успевает партнер нашей команды. Но еще стоит отметить, ребята, что мы в меньшинстве играем. И снова Дэвис. Волшебная левая. Нет. Тут так легко галкиперы не дадут себя выиграть. Разыгрываем пока на коротке. Ну же, в центр выкатывай. Джеймс Дэвис. Вынимай еще один. Это, ребята, Джеймс Дэвис. 3-2. И его дубль. Вот так вот, как хомячок в колесе. Джеймс Дэвис успевает везде. Ну и красиво разыграли. И здорово. Здесь откликнулся партнер. И нужно было только забить. Не дотягивается вратарь. Это, ребята, 3-2. Это четвертый гол Джеймса Дэвиса. Вот это дебют просто во Франции. 4 гола за 2 матча. И мы подбадриваем партнеров. Мы приехали, ребята, с характером победителя. Отлично. Есть свободная зона. Джеймс Дэвис. Проскакивает. Бьет в дальний Дэвис. И не попадает в створ. Трибуны ему уже аплодируют. Вот это неприятный пас. Арбитр не хочет свистнуть. Переиграли. Переиграли уже добавленные минуты. И тащат вратарь. Еще одна подача. И давайте просто на отбой. Все. Вот так вот, ребята. Дубль Джеймса Дэвиса помогает нашей команде выиграть. И мы по-любому становимся лучшим игроком этого матча. Два красивых мяча. Хорошие комбинации с партнерами. Ну и давайте смотреть, что ждет нас дальше. Мы получили, ребята, свой семнадцатый уровень. У нас есть четыре очка навыков. И пока наша команда идет на шестом месте. Но у нас есть игра в запасе. И в принципе мы можем попробовать обойти хотя бы ланс, которые идут на пятом месте. Ну или хотя бы сравняться с ними. Так, давайте посмотрим, что мы можем прокачать. Так, общий рейтинг семьдесят семь. Так, так, так. Дриблинг. Ну, наверное, будем прокачивать удары. Нам надо качать удары. Так, точность штрафных. Вот здесь у нас что? Удары слета. Завершение. И также еще у нас завершение удара слета. И нужно четыре пункта. Я думаю, да, как раз можно, в принципе, вот так вот и прокачать. Но пока только семьдесят семь. Наш рейтинг. Давайте отправляться на игру. Посмотрим, на какой минуте нас выпускают. Пока ноль-ноль. Мы снова выходим на место Шакири. У нас Дзюба, ребята, в команде. Артем Дзюба. Если это он, то это весьма-весьма интересно. Ну и мы выходим играть на шестьдесят четвертой минуте. Погнали. Снова Шакири уступает место нам на поле. Отдайте голевой пас. Но мы будем, ребята, сегодня улучшать оценку. Итак, наша команда в атаке. Да, действительно, там Артем Дзюба, по-моему, бегает. Вблизи ворот соперника. Это Джеймс Дэвис. Это попытка удара слевой. Кати в центр. Удар еще один из штанга. Вот это, ребята, выход. Мы снова берем, как говорится, БК за рога и пытаемся тут же сломить соперника. Но они понеслись в контратаку. И пока счет равный. Без разницы, сколько мы будем бить по воротам соперника. Опасно. Можно сыграть во фланг. Это Джеймс Дэвис. Видит партнера справа. Здорово, Дэвис. Открывается под передачу. Дэвис. Прострел на Дзюбу. И Дзюба вносит мяч в ворота. Это, ребята, 1-0. И Артем Дзюба с прострела Джеймса Дэвиса сшивает мяч в сетку. 1-0. Ну, по-моему, это Дзюба. Но других, ребят, с фамилией Дзюба я просто не знаю. На Артем Дзюба. Первый гол в двух матчах. Вот так вот, ребята. У нас нарабатывается новая связка. Если Дзюба будет выходить чаще. Ну, и стоит отметить то, как мы прорвались и сделали пас с самой ленточки. Можно сыграть в центр. Дзюба. Передача. Джеймс Дэвис. Удар. Ребята, это просто новая связка. Вместо Игуаина у нас Дзюба. И Джеймс Дэвис укладывает свой пятый гол. Вот это врыв молодого игрока в чемпионат Франции. Это просто какая-то фантастика. Ликует трибуны. Дзюба на рывке залетает в штрафную. Видит Дэвиса в центре. И здесь нужно было только забить. Это 2-0. Это, ребята, Леон Сендетьен. И мы увеличиваем свое превосходство. У нас одна серия жарче другой. И Джеймс Дэвис, так, глядишь, успеет до конца чемпионата еще и побороться за место среди лучших бомбардиров. Ой-ой-ой, цепанули за ногу. Но Дэвис устоял. И слева есть партнер. Пошла передача туда. Удар по воротам. Дэвис добит. Джеймс Дэвис. Еще один мяч в воротах. Что происходит, ребята? Он просто везде. Вот так вот, ребята. Это врыв футболиста Соединенных Штатов чемпионат Франции. Отбивает голкиперы Дэвис. С правой поражает ворота. Но это просто сказка. Это просто сказка. И посмотрите, в какую притирку мяч пролетает рядом со штангой. Не ударяется в нее. И это дубль Дэвиса. И голевая передача. Напомню, что я играю, ребята, также на ультимейте. Я ничего не менял. И Джеймс Дэвис, выходя на замену, просто показывает, ну, какую-то фантастику. Опасная атака соперника. Перевод мяча направо. Нужно вступать в защиту. Передача в центр. И буквально с ноги снимают мяч. Здесь Джеймс Дэвис. Вверх выиграли. И все. Звучит финальный свисток, ребята. Мы снова оказываемся лучшим игроком. Мы нарабатываем связку с Артемом Зюбой. И честно я удивлен, что он оказался в Лионе. Мы поддерживаем соперника. Говорим им не расстраиваться. Но мы продолжаем борьбу в чемпионате. Мы будем биться до самого конца. Наша команда подупала. Но мы, ребята, не будем сдаваться. Вот такие вот показатели за 27 минут. У Джеймса Дэвиса. И мы движемся дальше. Наша команда ликует танцы в раздевалке. Сейчас, кстати, посмотрим, кто оказался в итоге лучше. Мы или Артем Дзюба. Потому что у нас у обоих было по 10 и 0 оценка. И нужно сейчас посмотреть, есть ли награда у нашего игрока. Пока я вообще его не вижу. Пока я вижу только танцы и носочки. Да, ребята. Это награда лучшего игрока матча у Джеймса Дэвиса. Ну а теперь мы выходим играть в старте. Вот такие вот стартовые составы. Артем Дзюба сегодня выходит на острие. Джеймс Дэвис выходит играть правого полузащитника. Ну и, ребята, поехали. Это кубок против Марселя. Это выездная встреча. Мы приехали в гости к Марселю. При этом это еще и кубок. И это 1-16. Сегодня мы выходим играть в старте. Это первый наш матч, когда мы начинаем с первых минут. Ну и давайте смотреть, что за задачи. Достигнуть процент передач. Нанести один удар поворотом. И оценка 9-0. Ну, думаю, давайте будем брать оценку. Удар поворотом есть. И, к сожалению, немножко не получилось пробить точнее. У Марселя еще такая довольно интересная схема. Большое количество людей у них идет в атаку. Они заработали первую главу. 14-я минута. Пошла подача. Галкипер. Молодец. Ну и можно побыстрее сыграть на фланг. Мы пока там совершенно одни. Джеймс Дэвис. Нужно ускоряться. Артем Дзюба не пошел. Он просто не пошел. Я видел момент забегания. Потом он остановился. Видимо, не думал, что мы будем отдавать передачу. Снова им Барба. Он сегодня довольно активен в своем дебютном матче. Хорошо. Смогли отбиться. А вот здесь пас не получился. Это не нам. Шла передача. Дальний удар поворота. Ну и кто? Кто поможет? Никто не открывается. Передача на Джеймса Дэвиса. Попытка удара. И кати дальше. Дэвис. Заскочил в штрафную. Ну же. Удар в дальние. Рикошеты. Первый угловой. Но нужно. Нужно показывать свои лидерские качества. Нужно пытаться брать игру на себя. Пошла подача. Будет ли удар? Удар есть. И голкипер забирает намертво. Джеймс Дэвис. Стели в дальний. Удар есть. И гол тоже. Ребята. 1-0. Джеймс Дэвис. 32-ая минута. Такими, по-моему, ударами мы еще в карьере не забивали. Стелящиеся под дальнюю штангу просто показали. Бильярдную точность. И не смог Лопес дотянуться. Обычно мы били на силу. В дальнюю девятку. А здесь послали мяч аккуратненько под дальнюю штангу. Это 1-0. Это 32-ая минута. И первый гол Джеймса Дэвиса в кубке. 35-ая минута. Снова Марсель идет вперед. Они неплохо себя показывали в начале этого матча. Но потом мы смогли забить. Хорошо действуют наши защитники. Последние минуты. Первого тайма Джеймс Дэвис. Прокинул мяч в центр. Ну же, ну же. На коротке разыгрываем. Дзюба. Забрасывай на дальнюю. Джеймс Дэвис. С головы снимают мяч. И на этом первый тайм завершен. Монако пока что в своем матче уступает 2-1. А ПСЖ в своем матче играет в ничью 1-1. Мы пока впереди. 1-0. Единственный гол на счету Джеймса Дэвиса. Но Марсель не сдается. Марсель не сдается. Они неплохо контролируют мяч. Они неплохо подходят к нашим воротам. И где-то нам, может быть, даже немножко везло. Перевод мяча. Здесь Джеймс Дэвис. Все в порядке. А мяч отдал сопернику. Но вот иногда, знаете, бывает такое. Ты легко мяч получил и тут же легко его отдал. Горецко переходит в Ливерпуль. И, по-моему, в МЮ перешел Томас Мюллер. Сейчас опасность. У ворот нашей команды. Мы уже тоже пришли сюда помочь. Передача в центр. Джеймс Дэвис. Хорошо. Попытка дальнего удара. Джеймс Дэвис. Хорошо. Мяч сохранили. Дзюба. Он ждет, ждет, ждет наше забегание. Передача в центр. Черпачок за Шиворот. Не прошла передача. Что-то там говорили про Лионеля Месси. Может быть, ПСЖ забили. У нас остаются считанные минуты. Основного времени Марсель идет в очередную атаку. Нужно сейчас постараться сдержать. Хорошо. Они ошибаются. У нас еще одна замена. Дмитрий Пае у Марселя покинул поле. И Гуе вышел вместо него. Давайте переведем на другой фланг, чтобы было посвободней. И все. Звучит, ребята, финальный свисток. Единственный гол Джеймса Дэвиса приносит нашей команде победу в Кубке. Ну а точнее пока что в 1-16. Мы будем продолжать. Поддерживайте видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...